Пинский межрайонный комитет государственного контроля проводит работу, направленную на защиту интересов государства в экономической сфере в соответствии с задачами, определенными главой государства, а также руководством комитета. Какой спектр вопросов был охвачен контрольно-аналитическими мероприятиями в 2021 году, какие планы на текущий год – об этом в нашем следующем материале. Приоритетными направлениями деятельности оставались вопросы целевого и эффективного расходования бюджетных и других государственных средств, использования госсобственности. В поле зрения контролеров попала и реализация республиканских и региональных программ, соблюдение законодательства в сфере бюджетных и финансовых отношений. Основная часть мониторингов была направлена на контроль за деятельностью предприятий сельского хозяйства. Так как ранее выявлялись факты массовых потерь при уборке зерна, сейчас это единичные факты. Если было когда-то практически в каждом втором, каждом третьем мониторинге в ходе проверки зимнестового периода занавоженность ферм, сейчас это единичные случаи. Если в некоторых случаях практически в конце мая-начале июня уже не было в хозяйствах соломы, либо были случаи, когда траншеи по хранению кормов были разгерметизированы практически в каждом третьем хозяйстве, то в настоящее время это тоже единичные случаи. В прошлом году большое внимание было уделено и строительной сфере как одной из наиболее бюджета емких. Завышение стоимости строительных работ было выявлено на 36 объектах на сумму свыше 340 тысяч рублей. В основном завышения были связаны с участием посредников на объектах. В ряде случаев цены на стройматериалы превышали цену завода-изготовителя до пяти раз. Эти материалы включались в объекты, которые финансируются за счет государственных средств. Вот, например, при проведении мероприятий в отношении трех пинских строительных организаций, которые строили домики для многодетных семей, было установлено завышение на 19 объектах. В ряде случаев посредники накручивали 500 процентов надбавки за стройматериалы. После мониторинга госконтроля подрядчики возместили все средства. Как отметил Виктор Гордич, в последнее время сотрудники комитета в своей работе используют всевозможные методы, идут в ногу со временем и применяют современные технологии. В значительной части стали использовать имеющиеся информационные базы, которые нам поставили буквально в начале прошлого года. К примеру, если раньше по тем же посредникам приходилось работать при помощи запросов, то сейчас раскрутить какую-то схему поставки материалов через посредников достаточно в течение одного дня. Благодаря современным технологиям и профессионализму сотрудников комитета, по итогам прошлого года в бюджет было взыскано 515 тысяч рублей. Государственным организациям возмещено более тысячи рублей. На сумму около 300 тысяч поставлено на учет основных средств. Одно из важных направлений деятельности комитета госконтроля – это работа с обращениями граждан. 70 человек обратились с проблемами. В большинстве своем поступившие сообщения о фактах безхозяйственности и нерационального использования бюджетных средств были обоснованными. В этом году Пинский межрайонный комитет проведет проверки на комбинате хлебопродуктов в стройтресте номер 2 и в Лунинецком ЖКХ.